Здравствуйте! YouTube-канал интернет-магазин Ракетон продолжает делать обзоры теннисных ракеток Хэт. Сегодня мы сделаем обзор ракеток Хэт Экстрим. В этой серии 4 ракетки. Экстрим Южный, Светлана Кузнецова. Южный играл ракеткой Экстрим Про 310 грамм. Светлана Кузнецова играл, но и сейчас продолжает играть, ракеткой Экстрим МП 310 грамм. Но, как бы, второе дыхание этой серии Хэт в прошлом году придал итальянский теннисист Маттео Береттини, который великолепно выступил на US Open и покорил всех своим ударом справа, очень мощным, великолепной подачей. Он играл ракеткой Экстрим Про. Ну, также не забываем легендарного французского теннисиста Гаске, который играет слева одной рукой и очень много лет восхищает всех своим, ну, как и Михаил Южный, одноруким бэкхендом. Итак, ракетка идет вот в таком полиэтиленчиковом, в полиэтиленовом пакете. Уже чехлы, которые раньше давно шли с ракетками, уже не идут, поэтому не удивляйтесь, когда ракетки без чехла. И начнем обзор мы с ракетки Экстрим Про. Это ракетка весом 310 грамм. Это такой уже боевой вес профессионала. Ну, не самого топового профессионала, но все-таки это уже не любитель, профессиональный игрок. Баланс 315. В сочетании с весом 310, баланс 315. С одной стороны он нейтральный, но с другой стороны достаточно мощный баланс, чтобы ракетка сильно била при весе 310 грамм. Струнная формула 16 на 19. Она позволяет очень сильно вращать мяч, что мы видим, видели всегда у Гаске и у Южного. И жесткость этой ракетки, 64 единицы, что... Ну, это не мягкая ракетка, но не жесткая. Такая средняя, чуть ближе к жесткой ракетке. Хотя вот толстый обод, который в центральной части имеет 26 миллиметров, это достаточно толстый обод. Он дает комфорт. То есть, как правило, с такими ободами уже трудно выбить локоть или там, чтобы кисть заболела. Комфортная ракетка, но при этом мощная. Ну, данные полные по размерам, по профилю обода 23 на 26 на 21 в этой части. То есть, у всех четырех ракеток, у них у всех одинаковый обод по профилю. Редкий случай. Обычно профессиональные и более легкие полупрофессиональные ракетки отличаются. Здесь одинаковый обод, одинаковый материал. Теперь давайте о различиях. Ну, как я говорил, ракетка 310 грамм и 315 баланс. Она очень сильно вращает мяч. В ней примена система, как и во всех ракетках 2019-2020 года, технологии Графен-360, которая распределяет массу на 3, 6, 9 и 12 часов. Здесь также вот эти новые громиты. То есть, они позволяют... Ну, система называется 360-спин-громец. То есть, громиты, которые позволяют более мощно выталкивать мяч. Эта ракетка отлично играет на задней линии. Ну, вес 310 грамм. Он всегда дает хороший удар на задней линии. Но также сотая голова дает возможность неплохо выходить к сетке и завершать атаки. Ну, для профессионалов. И я заметил, что в последние годы ветераны, ну, там, ветераны уже, там, 50+, 60+, в возрасте они тоже выбирают очень часто вот ракетки с таким весом, потому что скорость игры медленная, мощи не хватает. То есть, есть время разогнать тяжелую ракетку и сделать хороший слайс или хорошо накрутить либо одноруким слева, либо двуручным ударом, либо справа. То есть, профессионалы и сильные любители. Перейдем ко второй ракетке серии. Экстрим МП. Этой моделью играет Светлана Кузнецова. Самая популярная ракетка в этой серии. Она вес 300 грамм. Баланс 325. Очень хороший баланс. Не в голову. Нейтральный. Жесткость 63. Эта ракетка уже чуть помягче. И 63 жесткость очень, ну, я бы сказал, оптимальная. То есть, и удар будет сильный, но при этом она не будет бить отдачу и давать в локоть. Струнная формула так же, как на всех этих четырех моделях. 16 на 19. И профиль оба до такой же. Все технологии те же самые. Как я сказал ранее, самая популярная продаваемая ракетка в этой серии. И широкий круг игроков покупает эти ракетки. Сильные любители. Юниоры. 13-16 лет примерно. Профессионалы женщины часто играют. И я бы так сказал, у таких спортивных мужчин, когда они начинают, ну, первый год, второй год обучения. Тоже очень хорошая ракетка. Оптимальный вес. 300 грамм для таких спортивных начинающих. Сотая голова. Она, ну, то есть получается очень широкий круг игроков может играть этой ракеткой. Дальше перейдем к ракетке Head Grafen 360 Extreme S. Это ракетка 280 грамм. Баланс уже 335. Когда ракетка легче, естественно, чтобы компенсировать недостаток массы, добавляется немножко баланс в голову. То есть материал распределяется так, что вот в этой части она тяжелее, чем, ну, скажем, на предыдущей модели распределения веса. И жесткость 62, вообще прекрасная жесткость, нежесткая ракетка, ближе к мягкой. Струнная формула 16 на 19, то же самое, сотая голова. Для кого эта ракетка? Ну, тоже очень популярная, покупаемая ракетка. Юниоры играют этими ракетками. Любители, женщины. И часто эту ракетку выбирают парные игроки. Также можно рекомендовать, как первая ракетка, когда игрок хочет взять ракетку, сразу начать комфортно, но чтобы потом не надо было сразу ее выбрасывать, потому что можно и начать научиться играть, и дальше продолжать играть этой ракеткой. Ну, кстати, на всех вот этих новых сериях я хотел бы выделить превосходный цвет ракетки. Она очень получилась яркая, красивая. Вот Экстримы уже выпускают, наверное, лет 20. Я бы сказал, вот этот дизайн за все годы самый красивый. Вот посмотрите, какая она красивая. И последняя, четвертая ракетка в этой серии. Экстрим Лайт. Ракетка весом 265 грамм. Баланс 345. Жесткость 62. Опять же, очень мягкая, комфортная ракетка. Это обод, как и в предыдущих, в широкой части 26 миллиметров. И обратите внимание, вот такой значок, coolearth.org. С 2007 года HED спонсирует вот эту организацию, которая спасает тропические леса. Так как они накапливают необходимый углерод. И исчезновение тропических лесов, особенно из-за пожаров в районе Амазонии, они нарушают баланс планеты. Все мы сейчас... Вот если HED это понял уже в 2007 году, и HED была первой фирмой из производителей спортивного инвентаря, кто стал заботиться, вот, входить в вот эти программы, которые позволяют сохранить мир. Ну, землю, естественно. И сохранить климат. Мы видим, как климат сейчас изменяется. Уже 10 января в Москве вот первый снег только выпал. Такого тоже никогда не было. Ну, это лирическое отступление. В общем, это ракетка для детей, которые переходят с юниорской ракетки на взрослую. Для любителей женщин, для тех игроков, которым нужна мощная и легкая ракетка. Надеюсь, что этот обзор вам понравился. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Примерно сейчас, это начало 2020 года, эти ракетки стоят в среднем 11-15 тысяч, но где-то к середине года, я думаю, они подешевеют. Также в конце нашего ролика есть промокод на скидки. Есть у нас программа лояльности. В общем, выясняйте, звоните по телефону, и всегда вы получите ту цену, которая вас устроит. Тем более у нас есть кнопочка «Найди дешевле». Спасибо. Спасибо.